Христос воскресе! Завершается этот удивительный цикл пасхальный. Мы уже близки к отданию Пасхи. И сегодня во всех наших храмах читается отрывок из 20-й главы Евангелия от Иоанна. О том, как Мария стояла у гроба, вне его. Потому что каждый гроб, он представлял себе, ну, такую нишу, где клали тело усопшего и закрывали камнем. Камень этот обычно был в форме диска. Вот его так катили, и он закрывал вход в эту такую нишу, комнатку, пещеру. И там тело быстро довольно-таки истлевало. Ну, а тут, когда Мария и другие женщины пришли, увидели, что камень отвален от гроба. Потому что, когда Господь воскрес, воины, которые охраняли этот камень, потому что их предупредили, что ученики говорят, что Христос воскреснет. Поэтому мы боимся, что как бы они украли тело, и потом скажут, что вот он воскрес, и будет последнее хуже предыдущего. И они охраняли. Ну, вот раздался такой страшный шум, земля сотряслась, камень отвалился, и они видели воскресение Христово. Перепугались насмерть и убежали. Когда это произошло, княжники, фарисеи даже дали им денег, чтобы они никому ничего об этом не говорили о воскресении Христовом. А потому что правда, она не всем нужна. Большинство людей, они надеются как-то вот так за счет неправды добиться себе каких-то таких преимуществ. В частности, быть богаче или там еще что-то. Как бывает. Некий человек там на какой-то должности пытается вытеснить конкурента. Клевеющий на него, там всякий устраивает на него клевету там, всячески подставляет для того, чтобы вылезти самому. Ну, если правда становится известной, то он сам терпит урон, несмотря ни на что, потому что даже даже весьма противным людям и таким непорядочным для своего дела им нужны всегда люди честные. Поэтому вот, например, как советская власть официально ненавидела церковь, но когда в лагере требовались кладовщики, то на эти должности всегда выбирали духовенство. Почему? Ну, потому что им совесть не позволяет воровать. Поэтому очень часто священники оказывались вот, как говоря, по лагерному на придурочной работе, вот, где требуется честность. Вот так все в мире в нашем, в котором мы живем, и другого мира нет. Мир такой очень неприятный. Там есть такие явления, ну, очень так обнадеживающие. Ну, например, вот люди выходят на улицу, чтобы помянуть своих усопших предков с детьми, внуками, правнуками. Вроде так неплохо. А когда они придут в свои дома, они что, перестанут ругаться? Перестанут друг другу говорить всякие неприятные вещи с одной только целью. Сделать другому побольнее. Или, может быть, они, жалея своих дедов, перестанут убивать своих собственных детей прекратят аборты, что, ну, мол, хватит, поубивали, потому что, да, 27 миллионов погибло, а в абортах погибло три населения страны целиком. об этом кто-нибудь задумается когда-нибудь. Потому что так с головами что-то такое происходит. Но до конца вот выстроить логику своей жизни ни у кого ничего не получается, потому что все в голове перемешано. Добро со злом. и вот так же у Марии, которая стояла в гробе вне его, у этого открытого гроба, боялась зайти, стояла и плакала. И когда плакала, наколонилась туда, в эту гробовую нишу, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисусова. Лежало, когда они его туда положили, а сейчас-то тела нет. И они говорят ей, женщина, что ты плачешь? Хотя, собственно, для ангелов это вопрос такой закономерный. Потому что и для ангелов, и для самого Бога вообще никакой смерти нет. Это мы, люди, дебилы, нам вот говорят, мы это отсеиваем, не понимаем. боимся, как животные смерти. А на самом деле смерти-то нет. Особенно для людей, которые решили жизнь прожить ради Христа. плакать не очень. А тут вообще ты что пришла над покойником совершить погребальные ритуалы? это законно, но ты видишь, его нету. Ты что, забыла, что он говорил? Что он воскреснет. Твои слезы, они тут как бы ни при чем. но Мария еще остается вот в своих переживаниях. них. Она им говорит, унесли Господа моего и не знаю, где положили его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Может быть, потому что здесь было темно, а там светло, и против света она видела только силуэт, но с другой стороны все свидетельствуют, что внешний его облик изменился у воскресшего спасителя. Хотя вот раны, которым нанесли при тех пытках и издевательствах перед распятием они остались на теле, и он ученикам их демонстрировал. И вот Иисус говорит ей, женщина, что ты плачешь второй раз? Она это слышит, кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты его положил, и я его возьму. Иисус говорит ей, Мария, она, обратишись, говорит ему, учитель, Иисус говорит, да, не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел ко отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, что я восхожу ко отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Мария Магдалина идет, ну, а лучше сказать, бежит и возвещает ученикам, что видела Господа и что он ей сказал. Какая милость Божия! Он только что воскрес, только что сошел в ад. Но чтобы направить Марию к апостолам, он ей явился, потому что ему нужно было ее утвердить в этом. потому что главное событие на земле с тех пор, как Господь из ничего ее создал, это есть воскресение Христа. Наша жизнь ужасна. Много в ней всякого вранья, подлости, несправедливости, воровства, убийства. И просто жить в этом мире ужасно. новорожденные дети, они с самых первых дней вот это все впитывают и учатся. У взрослых всякой мерзости, подлости, скверным словам, они все беззастенчиво врут с утра до позднего вечера. Они к этому привыкают и все знают, что без этого никак нельзя. И в нашем мире что-то добиться, какой-то правды, справедливости. Интересно, сколько нужно еще в Москве и в других городах убить одиноких стариков с одной единственной целью. отобрать у них жилье. У некоторых ордена. Вы все хотите по закону? А разве их убивают по закону? А почему так получается, что когда убивают по закону, это можно? А когда вернут по закону то, что у них отняли, это вот нельзя, потому что это незаконно. Это какой-то интересный закон? Мошенники грабят простых людей, которые часто не понимают, что они подписывают, потому что они под таким давлением находятся, прям таким, цыганским. ничего не может делать. А другие люди, у которых там и образование есть, и молодость, и силы воли, они их не защищают. А почему? А потому что да им наплевать. Какой ответ? Сам виноват, надо смотреть, что подписывал. Это все равно, что у маленького ребенка, сказать подпиши, а потом у него отнять. И так во всем. Что такая усвоенная людьми подлость сатанинская, она и правит бал. Вот как американцы, которые усыновляли детей из России, с каждым очередным убитым ребенком, я по телевидению задал такой вопрос. Вот уже 10 русских убили, вот 15. Сколько нужно еще убить, чтобы поставили этому препарствию? Запретили бы отдавать детей на усыновление в Америку. И вот на 19-м ребенке собрать, нужно обязательно 19 человек было убить. Нельзя что-то сразу как-то сделать. Потому что для государства главное что? Что такое государство? Это люди, которые выполняют приказы высшего начальства. Эти приказы можно выполнить только имея государственные деньги. но помимо зарплаты можно же из этих денег с помощью всяких манипуляций частичку взять себе. Пусть за это сажают, но денежки большие, поэтому стоит рискнуть. И в результате строят дома, квартиру продают десять раз. И так во всем. Получается, что люди живут, а сама схема устройства, в котором они живут, она не то, что не справедлива, она просто бандитская. И бандитом является тот, который как раз за это отвечает, и он с этого еще и получает. Что тут делать? Можем ли мы что-то изменить? Никогда. Никогда на нашей земле ничего не изменится. Сколько революции не делать, тут же придут такие же люди, потому что самая гнусная часть народа, самая подлая, самая бессовестная, это революционеры, которые не нравятся, что у тех много, а у нас мало. Они делают переворот, чтобы у нас было много, а у тех было мало. А если не будут выступать, их перестрелять. Поэтому хуже, чем революция, ничего не бывает. Никакая война с этим не сравнится с тем, что такое есть революция. Но надежда есть. В чем надежда? А надежда в том, что воскрешенный Христос, Он явился Марией Магдалине. Явился, показал ей своей любимой духовной дочери, что Он воскрес. Хотя она еще ничего не понимала. Она думала, что на Него думала воскрешенного, что Он садовник. Забыла, что Он сказал, что Он воскреснет, что она все хотела обязательно. Ну, вот, если Христос говорит человеку, Господи, дай мне пойти похоронить отца моего, а потом я пойду за тобой. Он говорит, слушай, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Ты иди за мной. А она пришла хоронить. Поэтому всю надежду надо нам научиться, живя в нашем абсолютно бессовестном мире от начала и до конца, где все сверху донизу фальшиво и все обман. Ни одному слову верить нельзя. Это только демагогия и красивые слова. И только полный, когда наивность граничит с глупостью, может принимать это за чистую монету. Монеты бывают чистые 90-98 пробы, это бывает но она не твоя. Так тебе могут показать. Вот Христос Он никогда не обманывает. И он ничего не обещал. Ни здоровья, ни золотых гор, ни долголетия, ни хорошо воспитанных нам детей, ни мирного неба над головой и всем глубокий поклон и там всякое там по этому поводу. Ничего этого не говорил. Он говорил, в мире скорбны будете. Но Он воскрес, и это правда. И это есть главное событие. И если мы будем своим сердцем всегда Его искать и встречать воскресшего, Он найдет способ нас утешить. Это не значит, что Он обязательно исправит какую-то неправду нашей жизни. Он сам себе ее не исправил. Он претерпел тюрьму, которую он не заслужил. Он претерпел побои, которое никак не спровоцировал. Он претерпел издевательство, хотя сам был кроткий, как агнец. Темницу, терновый венец, побивание камнями, плетьми, палкой. Он себя от этого не защитил. Чтобы каждый человек, находящийся в самом отчаянном положении, черпал силы на терпение в нем самом, в Сыне Божьем. Ничего на этой земле, на которой мы живем, не будет. Человек уже превратил ее в помойку. полигон такой полигон для упражнения в жадности, в подлости, в воровстве и несправедливости. Вот что такое наша жизнь. Вот что такое взаимношения между народами. вот что такое взаимношения между людьми. Везде трусость, подлость и обман, как наш царь сказал. Вот люди этим живут. И мы ничего с этим не сделаем. Даже свое собственное ребеночка в этом мире ей тоже трудно воспитать. поэтому кому удается вот сохранить его чистоту, надежду на Бога, это великое благо. Устоять в этом мире может только семья. Она может внутри на полной любовью и верой устоять вот под этим напором зла. и церковь, она состоит из семей. И сама она как семья, во голове которой Отец Небесный. В церкви можно выжить духовно. В церкви можно, живя среди волков, не завыть как волк, а сохранить в себе то, чему научил нас Христос. Благословение Господне на вас, того благодатью человека любви, всегда мне присла и во веки веков. во веке во во веке до во веке Продолжение следует...